Новое постановление о регистре домашних животных нужно для того, чтобы знать как можно больше о питомцах, содержащихся в городе, и для того, чтобы легче было найти потерявшуюся зверюшку. Виталинцы любят и ценят не только котов и собак, а еще и кроликов, морских свинок, черепах и попугаев. Домашний питомец в трактовке закона – это животное, которое содержится человеком для развлечения или компаний. Также сюда относятся животные, специально обученные – собаки-поводыри для людей с нарушениями зрения или состоящие на службе в полиции. По мнению специалистов, животных надо обязательно чипировать, без этого шанс найти владельцев очень мал. Чипировать можно не только кошек и собак, но и других животных, кроликов, хорьков. Мы даже крысам чипы ставили. Нет никакой разницы, какое животное чипировать, даже черепах можно. В запарке так и делают, просто в наш приют черепахи пока не попадали. В приюте для домашних животных на Палиасары хорошо знают, как важен чип для питомца. Его вставляют под кожу, и животное почти ничего не чувствует, а польза от него огромная. Ведь ваш любимец может выпрыгнуть или выпасть из окна, открыть дверь или вырыть норку, чтобы отправиться погулять. Довольно много к нам в приют поступают животных, которые на улице родились и выросли. Они не социализированные и дикие. Конечно, их никто не мог чипировать. А другая часть – это домашние чипированные животные, но они не вынесены в регистр. Это довольно печально, когда чип поставлен, а с владельцем мы связаться не можем. Важно, чтобы животное было внесено в регистр. По новым правилам, нынешний таллиннский регистр собак будет переименован в таллиннский регистр домашних животных. После чипирования нужно обязательно ввести данные животного в регистр. Положение вступит в силу при первой же возможности. Лентуровская, Роман Васильев, Новости Таллина.